и всем приветки мои секретики и вы сейчас в моем канале секрет тока сегодня у нас пятница а значит как всегда выходит наша рубрика обустройства но обустраивать как вы уже поняли наверное по названию мы с вами будем аэропорт спасибо огромное девочки которая подкинула мне идею в прошлом видео и вообще я видела других тоже моих подписчиков людей которые смотрят мои ролики такие комментарии что быстро и аэропорт но я как-то не решалась и не представляла из чего это можно сделать но теперь появились в токе новые предметы и можно кое-что придумать и сделать так что я решила обустроить сегодня аэропорт надеюсь вам понравится ну а чтобы посмотреть результат то просматривать этот видеоролик обязательно до конца ну а также желаю вам всем приятного просмотра мы не будем затягивать и уже поскорее начнем ниже же в комментариях вы можете написать свою идею для следующего например обустройства либо же для какого-нибудь любого видео на любую тему возможно именно следующее видео будет по вашей идее так что не упустите свой шанс но если ваша идея к сожалению не попала видео то не переживайте я обязательно увидела заметила вашу идею и у меня также очень много видео на канале поэтому она могла уже быть ранее можете посмотреть в плейлистах все мои обустройства там я обустраивала уже много просит библиотеку так что можете посмотреть это обустройство обустраивала школу и очень много-много других обустройство было так что можете посмотреть все в плейлисте же в плейлистах есть видеоролики с жизнью силе их достаточно там очень много с путешествий силе разборки трейлеров локации и многое-многое-многое другое можете посмотреть в разделе плейлисты Ну а также в разделе о канале вы сможете увидеть все мои другие каналы, два канала, один про роблокса, другой мой лайв канал с лицом, так что тоже обязательно подписывайтесь, все ссылочки указаны именно там. Так, ну а теперь давайте все-таки приступим к обустройству, немножечко с вами о нем поболтаем, ну а затем на другие все же темы. Значит, я решила это обустройство сделать в более большом доме, хотя однажды даже вот пока обустраивала такая, думаю, блин, по-моему, я жалею о том, что начала здесь обустраивать, потому что я не знала, что обустроить в оставшихся комнатах, но у меня все получилось, и, кстати, вот этот тренажер очень часто использован в данном обустройстве, вот. Ну, потому что он очень подходит как для покатушки, так ее назовем, в общем, через которую чемоданы все ездят. Теперь давайте с вами разберем немножко комнаты и постараемся представить, что у нас будет в этом обустройстве. Что ж, начнем с первой комнаты, которую я уже обустроила, это понятно, что здесь у нас находится, так скажем, касса, либо проверка билетов, то есть через нее вы можете попасть как раз-таки в аэропорт, купить билеты, вот. Вот, и все, пройти, полететь на отдых, куда вы захотите. Вторая комната, а, также там можно посидеть, кстати, вот, и оставить свой багаж. Значит, второе, вторая комната, она более маленькая, там я потом ее переобустрою, и там будет находиться туалет, и также будет пеленальный столик, вот. Затем идет следующая комната, это зона ожидания, где вы ждете свой самолет, свой рейс. Следующая комната, это снова же комната, где проходится проверка перед самым уже прям вот заходом на самолет, так скажем. То есть там у нас, я не поставила, кстати, столик с еще одной проверкой билетов, потому что, по-моему, там два раза проверяют билет. Извините, если я ошибаюсь, просто я очень в маленьком возрасте летала на самолете, то есть там где-то 7 лет, и, в общем, я на нем не часто летаю, передвигаюсь, поэтому ничего уже не помню оттуда практически, вот. Ну, а так, в принципе, я поставила автоматы еще с едой, чтобы можно было немножко перекусить, мало ли кто-то ранее приехал, и они хотят поесть, например, мало ли что может быть. Либо рейс задержали, всякие могут быть случаи. В общем, там могут проверить все ваши рюкзаки, например, которые сумки вы взяли с собой в самолет, чтобы там не было ничего такого запрещенного, как говорится, вот. Ну, и затем проверяют вас тоже, чтобы у вас в карманах ничего там не обнаружили и так далее. Это я сделала из фонариков такую проверку, надеюсь, вы поняли, потому что для меня бы это было очень сложно понять, так что, надеюсь, теперь я объяснила, и вы поймете дальше, когда я обустрою, да. Также я постаралась сделать небольшой такой салон самолета, поставила туда кресло, потому что не знала еще, что туда можно поставить, честно. Вот, ну, и также поставила туда окна, ну, в общем, в виде зеркала такие круглые. Надеюсь, хотя бы примерно получилось, уж не точно, но примерненько. На балконе это место экипажа, где они, в принципе, и управляют самолетом, вот, летят. В принципе, об обустройстве все, больше говорить нечего, так что, наверное, поставлю оценочку итоговую, ну, где-то 8-9 из 10, потому что, честно, не знаю, что у меня вообще вышло, как оно, там немножко по-другому, как я знаю, в аэропорту все-таки там есть зона другого отдыха, то есть прямо комната такая, по-моему, отдельная есть, даже спальня, где можно переночевать. То есть там много чего есть, я обустроила только вот так, ну, практически, можно сказать, самое основное. Теперь давайте на последние две минутки поговорим на другие темы. Итак, значит, во-первых, самый-самый-самый часто задумываемый вопрос, вы уже, наверное, знаете, что это за вопрос, когда следующая серия нашего сериала «Верный путь». Значит, говорю, она должна выйти на выходных, надеюсь, что все так у меня получится, ничего не помешает этому, и все выйдет в свой срок. Уже должна будет выйти одиннадцатая серия, обалдеть! Ну и следующее, это уже точно вас смогу поздравить с окончанием учебного года. Кто еще доучивается два денька, да, тридцатая и тридцать первая, то вы держитесь, удачи вам, вот. Ну, а я вот уже отучилась, сейчас видео записываю, конечно, в четверг, но в пятницу должно все закончиться, мне уже должны выдать дневник, возможно, скажу вам о своих оценках где-нибудь в моем Телеграм-канале, так что тоже не забывайте подписываться, ссылочка на все мои каналы в описании под видео, если хотите, то можете набрать в Телеграм просто «Норка секретиков», и там должен высветиться мой первый канал, там моя аватарка Силия, так что все, вот, подписывайтесь. Хочу вам пожелать теплых, солнечных и крутых, самых лучших летних каникул, чтобы у вас все было так же отлично, как, надеюсь, вы закончили год учебный, вот. Также не торопитесь, не следите за днями, не считайте, когда наступит уже новый учебный год, просто оторвитесь по полной, живите в кайф, кайфуйте, жизнь одна! Так что проведите их, конечно же, еще с пользой, да, ну и расслабляйтесь, делайте, что хотите, в общем, все будет зависеть от вас в эти летние каникулы, так скажем. Кстати, в комментариях можете написать, где вы их будете проводить. Ну, а я постараюсь вас радовать своими видеороликами на этих летних каникулах, как и обычно, это, кстати, у нас с вами уже вторые летние каникулы. Ну, а на этом наше видео подходит к концу, вот результат. Лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео, но в комментариях напишите свою оценку. Всем пока-пока и до встречи в новом видео!